ГОМЕЛЬСКИЙ ЭКОНОМИЧЕСКИЙ ФОРУМ В этом году Гомель посетили более 650 человек из 32 стран мира, включая Германию, Китай, Израиль, Италию, Россию, Финляндию, Нигерию. Как отметил губернатор Гомельской области, форум, пожалуй, единственная публичная возможность показать потенциал региона и получить результат. Чем выше потенциал области экономический, тем выше жизненный уровень наших людей. Поэтому мы сегодня стараемся, чтобы в каждой сфере экономики, в каждом направлении мы видели перспективу развития далее и далее. Поэтому мы видим, что сегодня даже те показатели, которые имеем по выручке на одного проживающего, по выручке на одного работающего, он самый высокий в Республике Беларусь. Это говорит о том, что мы на правильном пути. И чем больше будем задействовать возможности новых производств на территории, тем, конечно, жизненный уровень наших людей будет выше. Поэтому стремимся к этому и делаем все возможное с учетом сегодняшнего мероприятия. Рассказывать о форуме – это объять необъятное. Одна лишь цифра – 145 инвестпроектов представлено для делового обсуждения. Большая часть относится к реальному сектору экономики Гомельщины. За каждым проектом – модернизация производств, инновации, которые позволяют рационально использовать ресурсы. Беларусь уже значительно продвинулась в работе по снижению энергоемкости ВВП и доведению этого показателя до среднемирового уровня. По этому показателю мы перегнали страны со схожим климатом, даже такую, как Канада. Необходимо сказать, что в настоящее время более 50% всех энергоисточников, которые обеспечивают население теплом и горячей водой, в системе ЖКХ переведены на местные виды топлива. Из 12 тысяч всех энергоисточников 6300 у нас уже используют биотопливо, древесное топливо, торфяное топливо. Доля местных видов топлива, валового потребления топлива на энергетических ресурсах у нас составила по результатам работы за 2017 год 15,6%. Доля возобновляемых источников энергии 6,2%. Конечно, мы ждем, что на этом форуме встретятся, скажем так, как потребители, так и производители энергоэффективного оборудования. Флагманы Гомельской области уверенно держат курс на энергосбережение. Среди них Гомельский стеклозавод. В последние годы здесь проведена серьезная модернизация, и сегодня это позволяет уверенно двигаться вперед и производить конкурентоспособную продукцию. В этом году мы представляем новые виды стекол. Это энергосберегающее стекло, это ламинированное стекло с напылением энергосберегающим, в этом году запущено. В этом году также мы выпустим на рынок мультифункциональное стекло и солнцезащитное стекло. Данное стекло позволяет экономить на обогреве в зимний период, в летний на кондиционирование, плюс новые виды стекла, которые будут запущены, позволяют в плане дизайна более выигрышно смотреться окну, оттенки различные. Мы поставляем продукцию в Российскую Федерацию, Украину, страны ЕС, Польша, Германия, Италия, другие, Староприбалтика. Программа форума очень насыщена. Это пленарное заседание, работа в шести тематических секциях, Конгресс свободных экономических зон, 19-я международная выставка «Весна» в Гомеле, где развернулась масштабная экспозиция «Все богатство родного края». На выставке были представлены около 200 стендов белорусских, а также молдавских, итальянских, вьетнамских предприятий. Предприятия удивляли, чем могли, а особенно постарались строители. Двухэтажный оригинальный стенд «Гомель-облстройкомплекса» отражает сферу деятельности компании, в которой работает 9 тысяч человек. Задача – строить комфортабельное и доступное жилье. Сегодня в Гомельской области самый дешевый квадрат жилья. Наши дома сегодня соответствуют всем требованиям международных стандартов по экономии энергоносителей, потребляемых жильем. Конечно же, основное движение вперед – это так, как в Европе, чтобы дом уже не потреблял, а даже отдавал энергию. Наш стенд, мы демонстрируем все то, что сегодня мы строим, все то, что мы сегодня производим. И минеральная вата, которую вы можете видеть здесь на стенде, это сегодня современный продукт, который, надо сказать, очень востребован в Западной Европе. У нас сегодня он квартируемый, и за ним стоит очередь. Сегодня Гомельстройматериалы, производящий данную продукцию, инвестирует порядка 80 миллионов евро в инвестиционный проект по расширению производства, по производству минеральной ваты. Конечно, это сегодня самый лучший продукт, который сберегает тепло. То есть это утеплитель безопасный, экологичный, негорючий. И сегодня европеец, он понимает, что это завтрашний день, и голосует рублем за эту продукцию. Руку на пульсе держат и студенты факультета промышленно-гражданского строительства Белгута, которые принимали активное участие в работе профильной секции. К примеру, была предложена концепция строительства многофункционального комплекса в центре Гомеля, на месте бывшего завода измерительных приборов. По мнению будущего архитектора, важно все – и рациональное использование территории, и энергоэффективность строений. Это удобство – это раз. Во-вторых, это экономичность и экологичность. Нужно выходить такими путями, чтобы проект был, во-первых, недорогостоящий, плюс использовались какие-то энергосбережения для всего комплекса, чтобы задействовать меньше энергоресурсов биологических. Чтобы здание само себя, грубо говоря, как-то снабжало. Современный дом должен быть не только энергоэффективным, но и умным. Так утверждают в Белтелекоме. По сути, эти два понятия равноценны. Дом – это новая технология, за которой, как я считаю, будущее наше. То есть, с помощью этой технологии, особенно полезна она будет для потребителей, которые любят контролировать то, что у них происходит дома, а также экономить электроэнергию и воду. У нас есть в наличии датчик протечки воды, с помощью которого вы можете следить, есть ли у вас протечка. Точно так же у нас есть умная розетка, с помощью которой вы можете следить, что у вас происходит, опять же, дома, включены ли какие-то у вас электрические устройства. И тем самым, опять же, через приложение «Умный дом» вы можете их включать или отключать. На выставке уже в четвертый раз был заявлен республиканский конкурс «Лидер энергоэффективности», который проходит под эгидой Департамента по энергоэффективности. Десятки предприятий используют этот знак в продвижении своей продукции. Среди них представители альтернативной энергетики, Брагинская фотоэлектрическая станция и самая мощная в стране солнечная электростанция предприятия «Беларусьнефть». Наградами конкурса также отмечены и гомельские энергетики, которые представили свои приборы учета электроэнергии. В этом году введены две новые номинации в конкурсе. Первая направлена на выявление передовых бытовых приборов, обладающих свойствами энергоэффективности. Вторая номинация направлена на стимулирование разработок в сфере использования электрической энергии, что очень актуально в связи с вводом Белорусской атомной электростанции. Экономика, инвестиции, сотрудничество – эти слова чаще всего звучали на полях гомельского форума. Активно проявляли себя и регионы. Я хотела бы представить наши инвестпредложения, которые для нашего района являются актуальными. Это создание производства терморизационных блоков из льноволокна. Это предприятие, наш филиал Кальмянский льнозавод ОАО «Миллион» производит льноволокно. И данный проект, то есть инвестпредложения для нашего района актуальны. То есть вот эти термоизоляционные блоки являются строительным материалом для строительства и утепления домов. Губельский инвестфорум посещаю уже не первый раз. Очень часто видим мы вопрос отходов и инвестпредложения, которые связаны с перерабатывающими заводами. Мое предприятие, я в частности, проработал целую группу проектных решений, которые позволят эти ресурсы использовать. Естественно, что надо изменять как саму систему сбора, так и весь тот процесс, который позволяет использовать эти ресурсы. Мусорная тема назрела уже давно. В Беларуси перерабатывается всего около 15% отходов. Остальной мусор закапывается на полигонах. Сегодня для гомельских коммунальников это тема номер один. Она неоднократно звучала с трибун форума. И в этом году, кажется, лед тронулся. В рамках сегодняшнего экономического форума планируется предстояние протокола о намерениях о строительстве трех мусорепрорабатывающих заводов в Гомельской области. То есть это город Гомель, Жлобин и Мозырь. Приблизительный объем инвестиций, предполагаемых инвесторам в будущем, вкладывать в строительство данных заводов порядка 375 миллионов евро. Значит, на базе этих заводов планируется создать 250 рабочих мест. Но самое основное, конечно, это решится вопрос по экологической проблеме. Вообще планируется в рамках переработки этих отходов получать и тепловую, и электрическую энергию. От проекта коммунальники ждут экономическую выгоду и то, что люди станут разделять мусор. Ведь ему можно дать вторую жизнь, как это делают, например, на гомельском предприятии «Спецкоммунтранс». Мы перерабатываем, превращаем отходы, превращаем в доходы. Перерабатываем вторичные полимеры и делаем из них вещи, которые пользуются спросом у населения. Это колодцы, плитка, дождеприемники, бордюры. Все это делается из вторичных отходов. Те отходы, которые население выбрасывает в мусор, мы их сортируем, в дальнейшем перерабатываем. Мы заберегаем природу. Гомельский форум – это уникальная площадка. Участники ставят задачу не только познакомиться, заключить контракты, но и, что называется, сверить часы. Об этом говорил и вице-спикер Национального собрания Болеслав Перштук, который посетил форум сразу после проведения в Минске конференции «Восточная Европа в поисках безопасности для всех». Мы со своей стороны, в данном случае законодатели, конечно же, тоже думаем над тем, как повысить привлекательность нашей страны. Вот буквально вчера проходило большое мероприятие в Минске, где было очень много тоже иностранных гостей. Вы знаете, практически у них нет отрицательных каких-то эмоций. Нам надо крепко подумать над тем, все вместе, чтобы все вот эти хорошие, позитивные моменты, которыми обладает Республика Беларусь, в данном случае Гомельщина, направить такое хорошее конструктивное русло. Уверен, что самый крупный и эффективный проект у нас еще впереди. В этом году 15-й Гомельский экономический форум собрал хороший урожай. Подписано 9 инвестиционных документов на общую сумму 481 миллион долларов. Самый масштабный – строительство заводов по переработке коммунальных отходов в Гомельском, Жлобинском и Мозорском районах мощностью до 525 тысяч тонн в год. Всего с 2008 по 2017 год на Гомельском форуме подписано 88 документов на внушительную цифру почти 2 миллиарда долларов. Если взять статистику, вот я посмотрел, с 2011 по 2017 год в Гомельском области инвестировали 17,7 миллиардов долларов. Это 15-60% от общих инвестиций Республики Беларусь. И по этому показателю, по темпам роста инвестиций, она на первом месте в Республике. И я думаю, что в ближайшие 2-3 года она будет еще тверже стоять на этом первом месте, потому что сейчас зреют серьезные инвестиционные проекты. Нынешний майский форум тому подтверждение. Достигнутые договоренности, несомненно, пополнят бюджет, обеспечат создание новых рабочих мест и изменят облик нашей Гомельщины. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова